Добрый день, уважаемые телезрители! В Тюменской области умеют ставить перед собой высокие задачи. Одна из них – это увеличить долю населения, которое регулярно активно занимается спортом, практически до 60%. И все это не через 10 лет, а уже к 2024 году. Как это сделать, знает директор Департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию региона Дмитрий Грамотин. Дмитрий Викторович, здравствуйте! Добрый день! Дмитрий Викторович, сегодня гость программы «Интервью». Меня зовут Никита Белов. Мы поговорим о спорте региональном в принципе. Потому что у вас программа достаточно большая по хронометражу, и мы, мне кажется, вполне можем позволить себе обсудить все. И массовый спорт, и спорт высших достижений. Вот к теме массового спорта мы вернемся чуточку попозже. А сейчас хотелось бы с вами обсудить, наверное, самые-таки животрепещущие, самые главные вопросы. Жители нашего региона, они привыкли не только видеть наших спортсменов местных на самых высоких ступенях педестала, но и, собственно, наблюдать за самыми громкими и лучшими соревнованиями мира у себя дома. Скажите, пожалуйста, в Тюменской области пройдут ли какие-то крупные соревнования в 2020 году? В текущем году в нашем региональном плане нет международных каких-то мероприятий, крупных чемпионатов России. И, причем, ближайшие буквально через две недели практически стартует чемпионат России по лыжным гонкам на Жемчужиной Сибири. Масса всероссийских соревнований, чемпионаты первенства в Уральске, федерального округа, ну, конечно, различные областные чемпионаты, первенства и турниры. Международной повестки пока мы в этом текущем году отсутствуем. Ну, на это есть ряд причин. В первую очередь на международном уровне, с учетом тех претензий, которые сегодня ВАДА высказывает в нашей стране. Поэтому многие спортивные федерации пока заняли, скажем так, выжидательную позицию и не согласовывают в целом в России, в Тюмени, в том числе проведение крупных международных соревнований. Вы говорили в августе прошлого года коллегам о том, что подали заявку в Международную организацию лыжных гонок, о том, чтобы провести турнир. Чемпионат мира, кажется, по лыжным гонкам, да, у нас вот в областном центре. Вот именно в этом сезоне, скажите, что не срослось, почему не удалось? Нет, заявка подана, все в порядке. Пока мы стоим в планах ФИС, Международной федерации ассоциации, вернее, зимних видов спорта, лыжных видов спорта, мы стоим на право проведения этапа Кубка мира в 2023 году. Вот, но опять в этом году ожидаются перевыборы руководства ФИС, конгресс состоится, если не ошибаюсь, где-то в сентябре месяце, поэтому, соответственно, могут поменяться решения, поменяться политические направления, но пока руководство ФИС поддерживает идею проведения лыжных соревнований в Тюмени международных. Чемпионат мира, к сожалению, в Тюмени по лыжным гонкам, наверное, никогда не удастся нам провести, потому что в комплексе с лыжными гонками обязательно проходят соревнования по лыжному двоеборью, прыжки с рамплины, это стандартная практика, но этапы Кубка мира, на которые мы претендуем, в принципе, сегодня вполне нам по силам проводить. Были еще разговоры о том, чтобы провести в Тюмени, опять же, этап Кубка мира по скалолазанию, правда, в 2021 году. Это не разговор, это намерение у нас есть, договоренность с Федерацией скалолазания России, мы стоим в календаре Международной Федерации на 2021 год проведения этапа Кубка мира по скалолазанию. В текущем году у нас в планах провести реконструкцию нашего основного скалодрома, который находится в легкоатлетическом манеже, отработаем на нем ряд тестовых мероприятий, соревнований уровня всероссийского, ну и, собственно говоря, в 2021 году, вот, если все будет по плану, будем проводить Кубок мира. Мы буквально несколько недель назад разговаривали с руководителем Федерации, вот, он подтвердил намерение, никаких изменений в планах там международных спортивных организаций пока у скалолазов нет, поэтому мы рассчитываем, что все у нас получится. Ну, в любом случае, как бы там ни было, реконструкция скалодрома назрела, вот, потому что в Тюмени одна из сильнейших в мире школы спортивного скалолазания, но в лазании на скорость. Когда мы делали скалодром, соответственно, ориентировались на тех ребят, которые, вот, преимущественно занимаются этой дисциплиной. Ну, с учетом того, что сейчас в скалолазание вошел в программу Олимпийских игр и будет представлена в Токио на Олимпиаде, если она, конечно, состоится. Причем единственный российский спортсмен, который получил олимпийскую лицензию как раз из Тюмени, вот, имеет потенциальный шанс выступить на этой Олимпиаде. Ну, и, собственно говоря, в программу Олимпиады включены соревнования с поскалолазами, так называемые многоборья, когда спортсмен одновременно, вернее, по очереди выступает в нескольких дисциплинах и скорость, и трудность, и болдеринг. Соответственно, нам необходимо, чтобы наш скалодром даже в тренировочном режиме соответствовал требованиям Международной Федерации для того, чтобы можно было и соревнования проводить нашим ребятам, готовиться на уже таких, соответствующих всех международным стандартам трассам. Ни для кого не секрет, тема коронавируса, она сейчас вообще одна из самых актуальных в повестке СМИ. Отменяются крупные турниры, в том числе футбольные, да, это больше всего коснулось моего любимого вида спорта, к сожалению. В Москве ввели ограничения по массовым мероприятиям. Скажите, что должно произойти, чтобы в Тюменской области тоже какие-то мероприятия ограничивали? Ну, Тюменская область не на другой планете находится, поэтому, конечно, мы живем все в одной стране, в одной мире, и те опасности, угрозы, которые есть, они актуальны для жителей Тюменской области. Что должно произойти? Дай бог, чтобы ничего не происходило, но тут важно поберечь решение СПЭК областной о том, чтобы прекратить, вернее, приостановить проведение всех массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Принято, и пока оно на неопределенный период времени, то есть нет там границы, по крайней мере, тот документ, который мы видели, не определяет параметры такого периода, мы прекращаем проведение мероприятий, поэтому в данный момент проводим работу, чтобы максимально постараться перенести те областные соревнования, которые у нас запланированы к проведению, на другие периоды времени, на более поздние сроки, если это возможно. Есть ряд соревнований, как Чемпионат России по лыжным гонкам, где мы уже прекратить подготовку и отменить их не можем, поскольку это главный старт страны, и многие спортсмены уже и гилет купили, и гостиницы оплатили. Соответственно, эти соревнования будут проходить в режиме ограничения зрителей, то есть спортсмены будут связаться, но зрители смогут посмотреть в ТВ-трансляции эти соревнования, эти гонки без болячек при пустых трибунах. В эти выходные, например, Кубок Уральского федерального округа по танцевальному спорту тоже практически невозможно перенести, сейчас спортсмена приехала. Наказывать людей не хотим, не будем, поэтому проведем так же без зрителей, только с интернет-трансляцией, чтобы люди имели возможность наблюдать своими детьми, друзьями, кто выступает. И постараемся сделать максимально безболезненно, но ситуация такова, что лучше где-то нам немножко ужаться, перетерпеть, перенести какие-то мероприятия, но не допустить появления очага инфекции, которых, к счастью, на территории ТВ-трансляции нет. Надеюсь, что они будут. Про биатлон хотелось бы с вами поговорить. У нас произошла буквально недавно история с Александром Логиновым, это лидер сборной России, человек, который показывает достаточно неплохие результаты, учитывая спад этих самых результатов на фоне всей сборной России, в принципе, там, кажется, была какая-то серия 20 гонок без медалей вообще. Александр в порядке, но при этом он постоянно находится под давлением, под давлением общественности, под давлением спортсменов из других сборных. Все дело в его, так скажем, допинговом прошлом. То есть 5 лет назад он был уличен в использовании, но сейчас-то он, понимаете ли, чист, но нападки все равно продолжаются. Вы как на это реагируете, даже не с точки зрения директора департамента, а с точки зрения человеческой, наверное? Ну, ожидаемо плохо реагирую, конечно же. Вот. Ну, мы уже не первый раз, не только в отношении Александра, видим политику двойных стандартов, потому что большое количество спортсменов из других стран, которые были дисквалифицированы ранее за употребление допинга, после отбытия наказания возвращаются в спорт, продолжают выступать, и никакой критики в их адрес мы не видим с ничьей стороны. То есть это отношение к спортсменам нашей стороны, которые высказывают там из стороны спортивной федерации, хоть и опосредованно, там, видимо, ситуация в Италии на чемпионате, которая состоялась, произошла с обысками, полицией, по надуманному совершенно поводу. Ну, все дело для того, чтобы сбить настрой психологический. И, понятно, Александр, один из сильнейших спортсменов планеты, лидера нашей сборной. В день, когда там эстафета, даже ранним утром прийти, устроить обыски попросту, сбить настрой, насколько психологически важно для спортсмен настрой с таким ответственным стартом. Тем более, когда он выступает за команду, потому что когда человек бежит в эстафете, там, двойная-тройная ответственность. Такая история. Мы видим, что делается все для того, чтобы просто психологически сбить спортсменов, не дать возможность в нормальных, спокойных условиях выступать. И какие-то комментарии других спортсменов из других стран, которые там всячески пытаются ущипнуть. Не спортивно, мягко говоря. Про МФК Тюмень хотелось бы поговорить. Очень коротко. Команда выиграла Суперлигу. В прошлом году впервые в своей истории сейчас участвуют в Лиге Чемпионов. Довольно неплохо. С чем вы связываете такой скачок качественных результатов команды? Ну, не назвал бы это скачком, конечно. МФК Тюмень, безусловно, и лидер российского чемпионата. Мы были уже и бронзовыми, и серебряными призерами. Профеев. На протяжении многих лет, да. Но золото, чемпионский титул впервые заработал. Поэтому я думаю, что это, во-первых, результат системной работы. Тюменская мини-футбольная школа достаточно известна на территории нашей страны. И за ее пределами, учитывая, что ребята успешно выступают, наши спортсмены и в составе сборной команды страны на европейских мировых чемпионатах. Ну, и одной, наверное, из отличительной особенностей Тюменской школы является то, что большая детская школа, которая готовит кадры для своей команды. У Тюменского клуба, да, собственно говоря, у всех профессиональных команд в Тюменской области основная задача не менее 50% спортсмена, доморощенных, воспитанных своих школ. Что у хоккея, что у футбола, у большого, у маленького, у волейбола. У всех есть свои школы. Потому что содержание подобных команд, профессиональных команд, это, в первую очередь, ориентир для детей, для того, чтобы дать дополнительную мотивацию заниматься спортом, ну и, собственно говоря, видеть перспективу для себя в профессиональном спорте, если будет получаться, и для этого будут все данные у ребенка. Поэтому это основная, ключевая задача для всех профессиональных команд. Они с ней справляются, они ее решают, мы видим, насколько успешно и хоккейный клуб выступает, и мини-футбольный клуб выступает, волейболисты наших лидерами являются. Это все позволяет дальше развивать вид спорта и в массовом плане, и в плане подготовки спортивного резерва. Давайте про хоккейный клуб «Рубин» сейчас. Команда в прошлом году участвовала в финале Кубка Петрова, проиграла с РРК, досадно, обидно, смотрел, переживал, но не вышла в континентальную хоккейную лигу. Наверное, не вышла из-за инфраструктуры, которой нет для таких турниров больших, да? Или я ошибаюсь? Вообще победа в Кубке не дает права выхода в континентальную хоккейную лигу. «Рубин» уже неоднократно был победителем и были финалистами. Поэтому, собственно говоря, основная ключевая проблема все-таки мешающая выхода команды в КХЛ – это отсутствие необходимого финансирования. Потому что бюджет команды, играющей в КХЛ, он несоизмерим с бюджетом команды высшей лиги. И ни в какой инфраструктуре здесь не вопрос. Инфраструктура – это вопрос второй. Ни для кого-нибудь секрет, что бюджет команды КХЛ от миллиарда и выше. Миллиард рублей не дает сегодня даже гарантии выхода команды в плей-офф. Мы видим это на примере других клубов. Поэтому, с учетом того, что все команды финансируются профессионально не за счет бюджета, а за счет спонсорских средств, предприятий, партнеров, средств от рекламы, соответственно, мы сегодня, к сожалению, не имеем возможности насобирать такое количество средств, чтобы выйти от команды в КХЛ. Давайте прервемся на несколько минут, и после этого вернемся и продолжим нашу беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова